ребят всем привет я думаю вы все в курсе вы подписаны на этот канал вы можете не быть в курсе сегодня в этом видео я бы хотел освежить воспоминания о турнире в пекине который закончился буквально вчера поделиться своими впечатлениями так скажем по горячим следам ну следы немного подостыли уже но тем не менее хотел записать это видео еще вчера но слишком слишком много всякая всякой работы было и в итоге плюс еще трансляция да я чуть-чуть честно говоря подустал и в итоге не стал не стал записывать видео вчера хотя конечно хотелось это сделать но тем не менее тем не менее свежи воспоминания обязательно ребят поставьте лайк этому видео это очень важно для меня лично подпишитесь на канал но это это тоже важно но в первую часть поставьте лайк если под этим видео будет хотя бы 100 лайков то сегодня же вместе с игорем дычковским который кстати говоря находится далеко не в париже это инсайд мы запишем который превью к турниру в шанхае вчера во время трансляции многие люди сказали что в принципе да можно записать привет ко второму кругу это не станет проблемой поэтому ребят 100 лайков жду от вас и превью будет скорее всего опубликовано уже сегодня максимум завтра с утра теперь что касается турнира в пекине в первую очередь конечно же нужно отметить что победил яник синер причем я до сих пор нахожусь под впечатлением честно говоря от его игры мы знаем что я них уже давно находится в топе и после этого турнира синер дебютирует топ-4 он был в полуфинале турнира большого шлема да он обыгрывал карлос алькараса неоднократно но все же то как он провел этот турнир я честно говоря до сих пор у меня порой даже нет слов когда вспоминаете розыгрыш который он проводил и вы помните да мою мою реакцию порой даже по ходу ралли честно говоря прям схватался за сердце от того как он играет на какой скорости какие комбинации какие удары да прям синер честно говоря для меня открылся просто как ну какой-то новый игрок абсолютно новый топ мы знали до этого синера дать человеком который проигрывает все затяжные матчи мы знали синера как человека который может сломаться после какого-то розыгрыша да часто такое было с ноуком джокович который вам кстати до этого не обыгрывал но я вот сейчас не случайно провожу параллели потому что синера победил в пекине для него это первая победа на этом турнире и но у джокович также побеждал в пекине причем делал это 5 или даже 6 раз но сейчас вы увидите данные картинки сколько раз побеждал в пекине и не ранее того матча он не проиграл его 30 побед и 0 поражение на турнире пекине то есть абсолютно видимо по 5 матчей да то есть 66 турниров он выиграл это абсолютно впечатляющий результат и кажется жалко что наука не было потому что и так турнир в пекине до получился одним из самых сильных пятисотников вообще за последние 10 может даже 15 так если пищу и но участвовал представляете что было я думаю что в полуфиналах мы бы увидели еще хотя куда еще более крутые матчи до зверев медведев полуфинал 1 и 2 алькарас сина что могло быть круче этот турнир реально нам подарил как мы предполагали до соревнований мы предполагали что это будет очень крутой турнир так в итоге получилось и сумасшедшие полуфиналы здесь реально турнир который ну в принципе может даже перекрыть некоторые турниры большого шлема сыграны в этом году и так я ник синер уже по традиции он обыграл карлос алькараса да многие недоумевали от того почему такие высокие коэффициенты и на трансляции меня тоже спрашивали на синера но и в итоге я не одержал победу причем сделал это в двух сетах в первом сети у синера были большие проблемы в первых геймах у меня началась стройка он проигрывал 02 и даже несколько брэкпоинта было олькараса в третьем гейме матча он мог сделать еще один брэйк и ну кто его знает вполне возможно решить судьбу первого сета но карлос не сделал брэйк в том числе за счет шикарного розыгрыша а синера мне очень жаль что я не могу сейчас хотя может быть и могу не знать если вы смотрите это видео может быть вы видите этот розыгрыш был абсолютно фантастический розыгрыш который забрал синер и мне даже еще во время трансляции показалось что возможно он переломил да как доход этого поединка так и произошло он реально начал играть лучше он сразу же отбрековался обратно потом были еще брэйки было как была качельная партия но в итоге дошло все до той брэйка где синер просто уничтожил карлоса сделал несколько мини брэйков и в итоге закрыл закрыл тайбрейк со счетом не помню с каким то ли 72 то ли 73 ну а в во втором сайте я ник продолжил до продолжил доказывать свое преимущество и вот таки деклассировал просто аль караса что интересно уже далеко не в первый раз карлос ну не проблема то что он проиграл матч но как он это сделал да что в матче против медведева во втором сайте он тоже проиграл партию кстати со счетом 16 то есть это прям как под копирку что вот сейчас я никому не естественно казалось что он даже смирился с поражением хотя мы знаем карлоса как одного из самых таких серьезных бойцов теннисиста который выигрывал уже большое количество матчей которые выигрывать не должен был ну собственно как и топ но вот эти матчи что против медведева что против синера честно говоря показали что у него есть большие проблемы да конечно это в том числе говорит о том что концовка сезона и наверное карлос не может сейчас показывать свой максимальный уровень все-таки устал не будем забывать что он победил на умблдоне причем как это сделал да в каком каком финальном матче он обыграл джоковича в пятисетовом и собственно одержал главную победу в своей карьере и еще какие-то да хорошие у него результаты были на собственно 6 титулов у карлоса в этом году но все же все же если честно эти поражения и очень очень много вопросов оставляют и почвы для переживаний на мой взгляд если вы болеете за алькарас я за него не болею но тем не менее условно конечно даю себе отчет в том что этот теннисисты здесь надолго и будет ближайшие годы естественно наверно главным главным теннисистом и главной проблемой нового поджога еще все так же но эту тему мы опустим а эта тема все-таки для этого не для этого видео и так сильно выходит финал где как уже естественно известно было сыграть с дани медведевым даня провел прекрасный турнир я до этих соревнований допускал что у него могут быть проблемы в начале 100 миполом но доме честно говоря ничего не смог совершенно сделать с медведевым у того все залетало были какие-то шатики у томи в начале матча но в целом счет как говорится да на табло еще отговорить сам за себя даня дошел до полуфинала да он испытывал проблемы с доминором там где-то проигрывал где-то вел в счете часто отдавал свои подачи но это знаете такой типичный доминором медведевский матч поэтому здесь я не могу сказать что что-то прямо заряда вон произошло в этом матче был также потерянный сет против у гаумбера который кстати говоря не позволил нам увидеть очередной матч между рублевым и медведевым в четвертьфинале для рублева к счастью этот матч не был бы четвертьфиналом турнира большого шлема соответственно у него могли бы быть шансы против дании но он проиграл умберу и в итоге дания обыграл уга в трех сетах как сказал сам медведев после матча умер и собственно может быть в топ-10 до этот игрок который у которого есть потенциал быть в десятке поэтому как говорится ничего страшного тем более что закрыл он его в третьем сеть полосочном 6 и вот такие медведев зверев зверев шел на серии с 7 побед подряд саша очень порадовал вот в этот отрезок давайте две 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 с половиной недели он забрал турнир в ученду помочь я уже ошибался называл его джухаем дать чем был тогда романа софиулина и здесь тоже держал несколько хороших побед причем победы таких знаете непростых он в трех сетах переиграл сначала шварцмана и затем по той же стратегии до проиграв первый сет переиграл александра давидовича факину казалось что у него не так много сил но затем еще один кстати говоря трех сетовик против никого сажаре и абсолютно потрясающий матч против дани медведева в полуфинале мне этот матч очень понравился думаю как и вам матч был если честно равный но самые ответственные моменты медведев просто играл лучше причем не просто вернее не просто играл лучше он играл на каком-то потрясающе высоком уровне он наносил удары не просто экстра класс это повторюсь удары игрока который претендует реально на первую строчку а далее я думаю что после австралина панда где ему не нужно будет защищать много очков может реально претендовать на топ-1 и представить такое еще где-то год назад до когда медведев вот чуть больше 14 месяцев назад когда дальнем очень плохо играл ну представить такое было сложно многие наверно смеялись и ждали даже были то дани из топ-10 но смог смог прибавить и абсолютно потрясающий год он провел в итоге шикарный матч зверева и медведева финал финал дании синера и многие в том числе как и я предполагали что несмотря на шикарную игру янника в полуфинале все-таки финальный матч пойдет под диктовку медведева личке 60 победа финале последняя на мастерсе в майами тоже такая достаточно уверенная и кстати тоже тогда синер вышел в финал и играл с медведевым после того как обыграл аль караса в принципе все было похоже на то что состоится очередной матч недали одержит седьмую победу очередной матч я имею ввиду в этом противостоянии такой типичный для этого противостояния но нет нет хотя тоже тоже у синера в первых геймах игра не ладилась да он по моему не проиграл свою подачу но тем не менее в первых двух нет первых четырех геймах до играл он откровенно похуже у него было очень много ошибок затем в пятом гейме синер подавал первым поэтому в пятом гейме была его подача пятом гейме был брэкпоинт даже у дани но после этого после этого как и в принципе в полуфинале против аль караса синер преодолел эти сложности и заиграл очень хорошо в восьмом гейме матча я думаю вы помните был двойной брэкпоинт у янника это что он сделал два удара слета один из них смеш конечно просто ужасные да честно говоря вот в тот момент уже казалось ну вот все опять опять этот типичный матч между медведевым и синером сейчас яник задрожит после того как не реализовал скрытые сетболы да почти забрал сет ну все как за казалось говорила об этом но нет нет и этим как раз таки синер удивил синер абсолютно как будто даже не думал об этом он просто моментально до выключил эти моменты выкинул из своей головы и продолжил играть дальше в итоге он был острее он был активнее и он абсолютно по делу забрал первый сет на этой брейке все также очень похоже как это и было в матче против алькараса в полуфинале во втором сайте теннисисты тоже дошли до тейбрейка и честно говоря в этой парке преимущество у яника даже было еще более ярко выраженное потому что до тайбрейка по моему медведев выбрал только три то ли четыре розыгрыши на приеме представьте даня медведев один из лучших принимающих в туре да мы знаем когда не испытывает проблемы с теннисистами которые хорошо умеют использовать серфин воли а синер как оказалось умеет использовать серфин воли кстати еще один момент который я хотел бы упомянуть это безусловно божественная абсолютно божественная игра у сетки синера на этом турнире против алькараса в первом сете он выиграл 11 из 11 розыгрышей у сетки возможно сейчас на экране появится пруфы я по крайней мере постараюсь их найти против медведева тоже тоже причем интересно что против да не у него были ошибки у сетки были ошибки в основном при выполнении смеша в какой-то момент даже яник начал улыбаться до 5 или 6 смешей подряд запорол он причем интересно что ошибался со смешей пробивая слета да не давая мячу опуститься когда давал мячу опуститься тогда пробивал очень четко и уверенно и выигрывал розыгрыш да в итоге несмотря на то что дали один из лучших принимающих синер просто потрясающе проводил второй сет не давал никаких шансов медведев абсолютно никаких далеко не всегда так бывает что теннисист который очень уверенно подает по ходу сета выигрывать тайбрейк но в этот раз произошло то же самое не в итоге яник второй сет забрал тоже по моему со счетом 72 на тайбрейке выиграл этот матч впервые обыграл дальними третьего и поднял над своей головой главный трофей турнира и теперь 500 в пекине это очень красивая история я надеюсь что это повлияет на синера все таки ну положительно наверное это любом случае на него повлияет а это приятное воспоминание титул две таких шикарные победы но я допускаю что это все таки даст ему какую-то дополнительную уверенность впервые он в трюсе обыграл медведева и ну честно сказать матч то был равный но все равно все равно намного острее был яник он не могу сказать что проиграл абсолютно все затяжные розыгрыши то ему хватило физики до 50 веке наверно туда не было сложнее но тем не менее яник яник провел в трюсе как и финал так и турнир для очень высоком уровне соответственно все респекты сина родного медведева ждем как и собственно и испанца карлос алькарас и яника синера уже ждем на турнире в шанхай буквально через несколько дней они стартуют стартуют они по-моему в субботу они будут играть в первый матч и точно не помню завтра в расписании их может быть опять нас ребята такое получилось видео я просто хотел поделиться своим своими впечатлениями в первую очередь хотя мы и впечатления наверно вы знаете да вы если заходите на стримы обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал повторюсь поставьте пожалуйста лайк это очень важно для того чтобы видео набирало больше просмотров если повторюсь будет 100 лайков то к вечеру мы запишем превью с игре ну или без игре сможет написать привиток находится не в париже запишем превью к турниру в шанхай на второй круг всем большое спасибо еще обязательно услышимся всем пока